Музыка 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 Привет, мои друзья, что ты разы? Если ты нажал на этот пикер значит, что тебе интересно кто такой вот такой Токио Моруит НГС конкретно в нашем случае Почему я решил записать это видео, коротенько Очень много людей, которые сейчас наиграть, закладывать видосы на нас не консультироваться, спрашивать, как что хотите на что посмотреть И сейчас мы попробуем рецепт коротких инструкций покупки твоей НГС 44 первым делом надо обратить внимание, что она поменяется и у нее все работает помимо запроса видео отстрела очень важно проверить ее слабые места как бы не хотелось и больно было признавать абсолютно любой винтовки, производителя какая бы она крутая не была сейчас есть свои недостатки слабые места зачем надо следить я бы не назвал это недостатки но это скорее всего в угоду надежности более дорогих узлов я бы это так назвал более дешевый слабый узел быстрее устает вырабатывать а более дорогой долго живет наверх смотрите вкратце арт из этого нужно знать состояние камеры вот это вот что которое только что открыли лицевую сторону надо обязательно попросить фотографии вот это в идеальном состоянии зеркало не знаю видно вам будет не видно возможно я сделаю фотографию дополню никаких затиров трещин каких-то непонятных вещей здесь не должно быть чем больше пятно отполировано скажем так ну равно у меня сейчас пока еще винтовка свежая тут настрела 15-20 не больше а оно выглядит прям вообще зеркало красиво ну я и ухаживаю за винтовкой что делать это обязательно проверяем это одна из главных болезней примерно на 80-90 тысяч при более-менее должном уходе он может выйти из строя то есть если он подтасканный значит у винтовки большой настрел либо за ней не ухаживали и быстро убили маленьким настрелом скажем так второй момент это труба вот здесь наклеп сверху у меня его нету все чистенько не знаю видно не видно я объясню что происходит особенно в старых ВВСках этот момент почему-то проигран не учтем секунду болт при выстреле откатывается назад толкая бусер он выезжает за конец и есть такой момент когда он сейчас у меня уперся потому что у меня в трубе в конце стоит демпфер небольшой либо пробка от вина отсюда пошли все шутки про пробку в МВС либо просто резиновый демпфер по сути в чем была болт проваливался и вот этот винтик ходил глубже положенного достаточного то есть он проваливался вот таким образом и набивал наклепывался винт ломая резьбу потихонечку и наклепывает трубу положение трубы тоже важно но это уже большие нюансы нам главное видеть чтобы не было здесь наклепа здесь закида на болте наклепа что он набитый и очень важный момент это вот этот кильт он должен будет выглядеть вот так ровненький когда большой наклеп его как шляпку гвоздял здесь разбивают во все стороны и торчат такие именно наклепы по другому это не назовешь и вот эти наклепы как раз начинают разбивать нам лучше хамера если человек за этим судит у него вот так все очень хорошо следующий момент нозл сторона целая на самом нозле никаких загибов перегибов нету подаватель тоже ни помятый ни примятый ни косой если вот эти вот скажем так основные нюансы нозл кильт труба приклада килл СМ выглядит красиво вы почти гарантированно покупаете просто великолепную винтовку в отличном состоянии я сейчас дополню все это все исключительно касательно винтовок серии семейства МВС МТР и всех прочих модификаций там МК-18 МВС это базы двухсторонние органы управления и вот эта задержка которая с них сторон то есть бодик проточен в обычном МВСе даже кнопку это не поставишь потому что надо растачивать бодик пропилок вот это дело логично в общем самые основные моменты мы с вами посмотрели так с ними можно играть они настреливают колоссальные настрелы ну в соотношении ДББ потому что у меня одна винтовка отстреляла 80 нет 60 я ее продал товарищу сейчас играет у этой 20 у моего товарища отстреляла 80 то есть он поменял вот этот таймер и еще он уже наверное 50 настрелял и все пока великолепно то есть газух не бойтесь газухи это прикольно это интересно не будем сейчас затратить всех ВЕ ВФЦ ДХК то есть каждый покупает то что ему нравится то что хочет я всем советую брать маруй и сам купил маруй потому что мне нравится ее беспрекословность надежность надежность как ее любят шутить из говная палочки пластилин еще с чего-то да у нее мягкие металлы но инженеры в маруину дурачки получаются они сделали винтовку которая ходит большое количество на стрелы и вы ничего не надо делать единственное вот проек это вот этот заход болта в кубы прикладок то есть если его сразу проверить поставить у вас вообще с винтовкой проблем в принципе не будет то есть только по мере на стрелы выход из строя все ломается машина только ломается но из всего что я стрелял по газу посмотрел мне она нравится больше всего она работает в низкой температуре на хорошем газе у нее газоэффективность немножко по моему мнению получше чем у остальных производителей не так надо ей много газа чтобы совершить цикл выстрелов и поэтому работа прохлада получше опять же только я так считаю возможно у меня есть виномышленники и всякие противники моих которые любят настоящие мужские игрушки стрейтбольные с пластиковыми шариками потому что с костом какованный ресивер ну это вы знаете вот это все мэтикан я как настоящий я воин диван и клавиатуры отошли от тем короче берите когда быть не бойтесь марую можно верить он долго живет долго играет что нужно проверить это пункти я вам показал так что играйте кайфуйте радуйтесь пока пока